Так, Натан, ты объявишь, что у нас... Меня видать, да? Видно, слышно, все замечательно. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас предпасхальное занятие, потому что... Ну, вот сегодня воскресенье, в среду вечером у нас уже пасхальный сейдер. Поэтому я решил не разбирать пока недельную главу, которая, конечно же, тоже интересная. Вот, разобрать немного поподробнее, что мы читаем на пасхальном сейдере. Не что делаем, не каковы наши действия, вот, и, конечно, не смысл, вот, а разобрать именно текст для тех, кто хотя бы частично хочет прочитать на иврите и понять, что он читает. Прежде всего, все же я дам вам ссылки, я поставил их в нашу группу в Telegram, вот, и на всякий случай я ее сейчас тоже дам в чате. Это две годы. Одна на русском, там только перевод и комментарий. Комментарий очень полезный, очень интересный. Там есть немножко и о законах, и о том, что надо делать. Вот, вторая ссылка, это, вторая ссылка только на иврите. К сожалению, я не нашел Агады, в которой был бы параллельный текст, а было бы полезно. Нам было бы проще с ним разбираться. Так, включаю чат, ставлю здесь, так, да, ага, вот так, ставлю здесь эти две ссылки. Так, значит, я однажды, один раз, мне надо было какой-то причине побыстрее это закончить, я поставил рекорд весь пасхальный текст, весь текст пасхальной годы, я уложился примерно в 35 минут. Ну, надо сказать, я не отвлекался от текста, я ничего не добавлял к нему, я читал достаточно быстро. Вот, и все действия, которые мы делали, мы делали тоже очень быстро, естественно, в эти 35 минут находятся вот трапеза. Вот, с другой стороны, написано, что тот, кто умножает рассказ об исходе из Египта, о Рейзе Мишубах, то есть он достоин похвалы. Вот, и это самый подходящий момент, рассказать что-то, связанное с этим свое, что-то из своего опыта. Но есть определенные ограничения, я просто хочу вам напомнить, что Седер надо закончить до астрономической полуночи, потому что Афикаман надо съесть вот до определенного времени. Так, в Пасхальной Агаде много интересных моментов, я вот на свой страх и риск выбрал те, которые интересны мне. Не потому, что они более важные, вот, не потому, что, значит, если меня спросят, что читать из Пасхального Сейдера на иврите, а что по-русски, ответ здесь будет таков. Благословение надо читать на иврите, вот, может быть, Галель тоже. Все остальное можно читать по-русски, потому что главное у нас это рассказать об исходе из Египта, и нужно, чтобы люди это понимали. Вот, но тем не менее, если меня спросят, а вот я не смогу на иврите прочитать всю Пасхальную Агаду, назовите мне отрывки, самые важные, я не смогу так четко определить, вот, лучше на иврите читать это, а это можно читать по-русски, я выбрал просто то, что мне кажется, было бы интересно разобрать с точки зрения иврита и с точки зрения грамматики. Прежде всего, как вот Анна предварительно заметила, это четыре вопроса из Пасхальной Агады. Я не стал выделять новые слова, только в самом конце есть несколько слов, которые я, значит, вам написал, вот, а остальное я очень надеюсь, что многие слова нам и так понятны, вот, а если что-то будет непонятно, попробуем разобрать вместе. Так, четыре вопроса, которые задает по традиции младший сын. Если нет такового, то младший из гостей, вот, либо даже в этом году, это актуально даже, если человек проводит сейдер сам в одиночестве, он сам себе задает эти вопросы и отвечает на них сам. Итак, я не буду показывать, где они в том, что почему бы и нет, ну, давайте посмотрим. Так, вот Агадаш и Песах. Так. Кадеш. Мы разберем. Нет, мы разбирать не будем. Перевод есть. Урхац. Тут текста нет, Карпас. Разве что благословение. Благословение, понятно, мы его когда-то разбирали. Яхац – это тоже действие, а не текст Магид. Вот отсюда начинается повествование. Прежде всего, ведущий сейдера читает вот эти слова. Га-лахма, анья и так далее. Но поскольку они на арамейском языке, мы их разбирать не будем. Некоторые слова, в общем-то, мы можем догадаться. Лахма – это лехем. А-халу – это кушали. А-ха-тамна – это А-ботей. Ну, наши отцы. А-ра – это А-рец. Д-митсраин – это Египет и так далее. А вот четыре вопроса. Ма-ништана-лай-ла-азе. Давайте посмотрим здесь. Ма-ништана-ништана. Вы простите, а у вас запись экрана вы не включили, наверное? А я не включил. Ёлки зелёные. Конечно. Да. Это вот те отрывки, которые я выбрал вот из этого сайта. Адрес, которого я вам дал. Лучше видно будет вот так. Ма-ништана. Ништана от слова шо-не. Шо-не – другой. Ништана – это ниф-аль. Это пассивный гигиан от глагола «изменять». Назову вам такое благословение, достаточно редкое сегодня. Ма-ништана бриот – благословенности вышней, изменяющей буквально сознание. Говорит человек, который увидел, что это очень необычное. Ну, например, я вам скажу, что строго по аллахе я имел в жизни возможность один единственный раз не сказать, а даже ответить амен. На благословение, которое произнес Дов Контерер в городе Куйбышеве на Куйбышевской улице. Мы шли с ним вместе и что-то обсуждали. И навстречу нам попался куйбышевский такой феномен по имени Александр Сизаненко. Рост у него был 2 метра 35 сантиметров. Но поскольку я местный человек, и я его видел многократно, и он меня уже не так удивляет, то я, благословение, это не сказал. А вот Дов Контерер сказал, сказал наизусть, и я ответил амен. Совсем чувствовал. Мешане – это изменяющее, а ништана – что изменилось. Чем отличается «галайла»? Ночь – это единственное слово в иврите, по крайней мере, единственное известное мне, которое имеет окончание «камац-гей», но относится к мужскому роду. «Газе» – поэтому в мужском роде. «Микулелелот» – от всех ночей. «Шебехоль галейлот» – что во все ночи. «Анну» – то же самое, что «нахну». «Охлин» – это немножко арамейская такая форма. «Араизм» – на иврите мы говорим «охлин», конечно же. «Хамец у мацам». «Хакайлазе» – «куло мацам» в некоторых вариантах. А, собственно, «куло мацам» – так оно и есть. «Только мацун». Весь его, то есть, весь эту ночь, ночь мужского рода, мы едим мацун. «Шебехоль галейлот» – «Анахлин». «Шеар» – различные. «Шеар» – «ярокот». «Ярокот» – это овощи. «Ярок» – это зеленый. «Еры» – это овощ. «Алайнахазе» – иногда, вот это произносит, а иногда нет это слово. «Марор» – что такое «марор»? «Горькая зелень» – от слова «мар» – горький. «Шебехоль галейлот» – «эйн» – это отрицание. «Марор» – буквально «не мы», в смысле «мы не» – «мат белим». «Товель» – это значит «окунать», «окунать в жидкость». «Мы не окунаем». «Афилу пам» – «эхат» – «даже один раз». «Мы ничего не окунаем». «Алайнахазе» – «штей памим» – «в эту ночь два раза». Обратите внимание, что «пам» – женского рода, поэтому «штей анишней». «Шебехоль алейлот» – «ан ухлин» – «бейн» – «йошвин» – «овейн» – «месубин». «Йошвин» – это сидеть, как мы обычно сидим на стуле. «Месубин» – это сидеть, облокотившись, как мы сидим на Пасхане в Сайдере. «Опершись на левый бок». Причина – это вы посмотрите в комментариях. «Халайлахазе кулану всеми месубин». Ну, тут текст, в общем-то, несложный. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Дальше отвечает уже ведущий Сейдер. Сейдер отвечает он словами. «А Вадим Гаину» – «рабами были мы, лэфароу» – «фараонов» на Митрае в Египте. «Ва йо ци эйну» – «йо ц» – это «рабами». Выходит. «Го ци» – это «выводит». И вывел нас. «Ну» – это «нас». «Гашем» – это сокращение имени Всевышнего. «Элу кейну». «Ми шам» – оттуда. «Бе йад хазака» – «рукою сильной». «Уви зруа нету я» – и мышцы буквально напряженные, простертые. Так. Эти слова из книги Шемот здесь цитируются. «Ве илу» – «если бы ло го ци» – «акадош бругу» – «не вывел Всевышний». «Эт авотейну» – «наших отцов мы имени Сраим» – «из Египта». «Арей» буквально переводится «вот» или «ведь». Но здесь значение «тогда». «Ану» – как «анахну» – «мы». «Уванейну» – от слова «бен» – «сыновья наши». «Уванейванейну» – «сыновья наших сыновей». «Мешуа ба дим» – вот это интересное слово, да, имеет корень «айвет». «Айвет» – это «раб». «Шеабуд» – это «порабощение». «Мешу ба дим» – «были бы порабощены». «Гаину» – вот это вот в прошедшее время образуется. «Лефар оба Митраим». «Ве афилу» – «и даже». «Кулану» – «кулану» – это значит «все мы». «Хахамим» – «мудрецы». «Кулану невоним» – «невоним» – «разумные люди». «Кулану закеним» – в данном случае это не значит «старики». Я, например, считаю себя одним человеком. А значит «умудренные опытом старцы». «Кулану йод им» – это «тура». «Знаем Тору» имеется в виду хорошо. «Что знаем Тору?» «Митцва» – «заповедь алейну на нас». «Лесапер» рассказывает «бийцият Митраим». «Иецыят Митраим» – от слова «ЁЦе». «Кулан юб цади алев» – «исход из Египта». «Вехоль» и каждый «гамарбе» – от слова «рав» – много «гамарбе». «Увеличивающий». «Лесапер бийцият Митраим». «Гараиза Мишубах» – «он достоин хвалы». «Он восхваляется». «Шевах» – это «слабо прославление». Следующий отрывок, который мы рассмотрим – отрывок о четырех сыновьях. Перед ним читается благословение, которое относится к этим сыновьям. «Барух Амаком» – благословен. «Амаком» – это значит тот, кто везде присутствует. Буквально «Амаком» – это место. Имеется в виду, конечно, Всевышний. «Барух» – благословен. «Он барух» – «Шеннатан». «Натан» знает, что «натан» – это значит «дал». «Тора леамо Исраэль» – «Тора народу его Израилю». И снова «баруху». «Кеннегет» – это буквально «напротив». «Арба Абаним» – «четыре сына». «Дибра» – «Тора» – «рассказывала Тора». И цитируются здесь четыре места из Торы, где сказано «расскажи сыну своему». И вот эти места, эти отрывки из Торы ассоциируются с четырьмя сыновьями. Первый сын – Хахам. Так? Вот они, давайте посмотрим. «Эхад Хахам». Будем называть его «мудрый сын» – «Вэхад Раша». «Сын злодей». Как это лучше сказать? Хорошее слово забыл. Посмотрите в переводе, на который я дал вам ссылку. Так. «Вэхад Там» – в данном случае простой, простодушный. «Вэхад Шэйноё Дэаль Иш Оль» – «что не умеет, буквально не знает, спрашивает». То есть, еще не задает вопросы. «Хахам». «Ма Омер» – «что он говорит?» «Ма-га-а-вода». Нет, извините. «Ма-га-э-дут». «Эд» – это свидетель. «Эдот» – это свидетельство. Какие свидетельства? «Вэга-хуким» – слово «хок» означает «закон, но не просто закон, а закон, который выше наших логических представлений». «Вэга-мишпатим» – слово «мишпат» – это тот закон, который мы можем откинуть нашей логикой. «Ашер-цива», который заповедовал Всевышний Эдхэм вам. «Вэ-ав» – слово «ав» в данном случае мы не переводим. «Ата-эмор-ло» – «скажи ему» – «к-йлхот» – «апесах». «Йлхот» – «аллахот» – это законы, законы соблюдения Песаха. «Эйн» – «мафтирин» – «ахар» – «апесах» – «афи коман». «Эйн» – отрицание. «Мафтирин» – «петер» – «разверзать» и «патур» – «свободен». А что такое «мафтир»? «Мафтир» – это отрывок, заканчивающий чтение Торы по субботам. После Песаха имеется в виду, значит, Песах – это пасхальная жертва, которой, к сожалению, нет у нас на Саидере. Но традиционно, когда существовал храм и пасхальную жертву мы резали в нем, то вот кусочек этой пасхальной жертвы, то есть Песах означает, мы используем это слово для названия праздника, а Торе слово «Песах» означает именно пасхальная жертва приношения. После вкушения кусочка пасхальной жертвы уже ничего не едят. Ну, афекуман – это то, что заменяет у нас пасхальную жертву сейчас. Слово «афекуман», насколько я понимаю, греческого происхождения. И что мы называем афекуманом? Кусочек среднего ци, который мы специально припрятали для того, чтобы съесть его в конце Саидера. Вообще это слово означает что-то типа десерта. Раша – нечестивец. Вот оно, какое слово. Что он говорит? Мага авода. Мы знаем, что слово авода – это работа. Еще авода – это служение. Иногда переводят, что за служение это у вас. Азот от лахем. Но смысл здесь такой. Все действия, в которых он смысла не находит своим умом, для него представляются каким-то тяжелым трудом. Что это за работа тут у вас? Лахем в ло ло. Вот это ло отрицание, а это ло у него, ему. То есть он подчеркивает тем, что это… Он подчеркивает вот этим выражением тем, что эта работа – это ваше, это что-то не мое. У ле фи. И постольку поскольку, что го ци вывел этот ацмо с тебя, мин гаклаль из общества, из еврейского народа, кофар бай кар. Вот такое кофер – это еретик. Он подрывает, и кар – это главное. Он отрицает самое главное. Буквально «притупи его зубы». Шин – это зуб. «Притупи зубы его». «Ве эмор» и скажи «ло ему». «Ба авур» ради «зе» этого, а сахашем «ли». Тут надо подчеркнуть «ли» – это «мне». «Сделал Всевышний мне бе цейти» при выходе «майом». «Ми митсраем» из Египта. «Ли ве ло ло» – «мне, а не ему». «Илу» – если бы «гаяша» он был там. «Ло гая ниг аль» – «он не был бы спасен». Значит, слово «геула» пишется вот с этим корнем. «Гимел алиф ламед» – «ниг аль» – это «пассив». «Был спасен». Там человек простой. «Маомер». «Мазот» – его вопрос очень простой. «Что это?» «Ве амарта элав» – «и скажешь ты ему». «Бехозек яд» – «крепостью силой руки». «О, ты а ну» – «вывел нас Ашем и Митсраем» – «севышний из Египта». «Ми бейт авадим из дома рабства». «Ве шейною делиш оль». «А тот, кто не умеет спрашивать» – «Аттахло». Ну, иногда «атт» выступает в значении «ата». «Ты открой ему», что такое «открой ему». «Начни разговор сам». «Не дожидайся», пока он научится задавать вопросы. «Ше неэмар», как сказано. «Веги гадата левинха бе я могу». «И расскажешь ты сыну своему». «В тот день леймор, говоря «бавурзе», ради этого «аса шем ли» «сделал всевышний мне» «батсетиме Митсраем при исходе моем из Египта». В разных местах Торы содержатся вот эти слова, которые здесь цитируются. Конкретно этот входит в один из четырех отрывков «Тфелин». Кроме двух отрывков, которые ходят в «Шма», в «Тфелине» есть еще «Кадеш» и «Вегаяки» и «Яви Аха». И вот в одном из них сказано «И скажи сыну своему», но не говорится перед этим, что если сын тебя спросит. То есть, не дожидаясь его ответа, это сын, который не умеет спрашивать. Вот этот текст, ну, его принято петь, подняв, поднимая, значит, раскрыв мацу, да, и, значит, по ходу Сайдера. Давайте я вам параллельно покажу сейчас одну минуточку. Ну вот, давайте посмотрим. Вот это четыре вопроса. Вот это «Авадимаину». Так. Где четыре сына? Вот они, четыре сына. Перед этим написано «Мехасе Амацу», вот закрывают мацу, а это наоборот, наоборот, прошу прощения, как раз таки, да, закрывают мацу. У Магбиха, это коз, и поднимает бакал, беядо, в руке своей, ве Омер, и говорит «Веги ше Амда». Так. Смотрим. Веги, это и она, ше Амда, Амад, что стояла, ла аву тайну, за отцов наших, ве лану, и за нас. Шело эхад билвад, что не один только билвад, это в одиночестве. Так. Амад алейну стоял на нас, восстал на нас, да. Ле халот эйну, ле халот, это значит «закончить нас», от слова «коли». Как называл этот процесс, Гитлер, окончательное решение. Закончить, окончить. На халот эйну закончить, покончить с нами всеми. Эла, это слово «противопоставление», но «шебехольдорвадор», что в каждом поколении и поколении. Слово «дор» по-русски «род», но на иврите мы читаем справа налево, а по-русски слева направо, да. Шебехольдорвадор, омдим алейну, встают на нас, ле халот эйну, покончить нас, так, покончить с нами. Ве акадош баруго, и а всесильный, святой благословен он. Ма-цилейну, ма-цил, это спасает, ма-цилейну спасает нас. Ми-я-дам из рук их. Ну, будем надеяться, что спасение от мировой эпидемии тоже придет к нам в праздник Песах. Кама ма-ла-тут, ла-маком алейну. Кама, сколько? Ма-ла. Как перевести слово «ма-ла»? Ступеней, достоинств, как-то так. Естественно, это слово «аль-на» и «ол-ле» подниматься. Сколько добрых дел ла-маком. Маком, это здесь имеется в виду «веди сущий Всевышний». Сколько добрых дел Всевышний сделал алейну, для нас, на нас. Илу, если бы го-ци-ану, го-ци, извлек, достал нас, ми-миц-раим из Египта, и не сделал бы богем в них шфатим, судим. Мы видели только что слово «мишпат». Мишпат – это еще и закон, ну, скажем так, статья Конституции или статья какого-то закона. И, кроме того слова «мишпат» еще и фраза, фраза текста. Шфатим в данном случае суды. Да, ейну, дай, это хватит. Ну, это нам. Да, ейну, было бы нам достаточно. Илу, асабаем шфатим, вело аса, вело гейем. И не сделал бы суда над их богами, да ейну. Гараг погубил-убил, бе хорейем. Первенцы их. Натан лано эт мамонам. Слово «мамон» – это богатство, имущество. Кара разделил, разорвал лану-эт-гайям, то есть раздвинул для нас воды моря. Гээвирану, гээвир, авар – это пройти, гээвир – это сделать так, чтобы прошли. Сделал так, чтобы мы прошли бе-то-хо, по внутри него, внутри моря, бе-харава, по суше, по поверхности, да ейну. Шака царейну бе-то-ха, бе-то-хо. Шака – это утопил, погрузил. Царейну от слова «цар» – ненавистник, враг. Так, отсюда наидеши слова «цорес» – царот. В нем да ейну, так. Сипек царкейну снабжал наши нужды. Бамидбар в пустыне, арба им шана сорок лет. Гээхилану от слова «ахаль» – кушать. Гээхиль – это кормить. Ну, это нас, это ман, дал нам в пищу ман. Так. Натан лану – это шаббат, дал нам в субботу. Кэрвану лифнея хар Синай – приблизил нас к горе Синай. Натан лану – это хатура дал нам тору. Эхи хни сану лээрец Исраэль – ввел нас в землю Израиля. Банна построил лану – это бейт-абахира. Построил нам храм, который назван здесь домом избрания. Да ейну. Можно вопрос один? Почему здесь ло написано? Где именно? Вот здесь? Ну да, в каждой строчке. Вроде бы дал нам тору, а тут… Но нет. Давайте разберем. Как это? На примере первого мы видели, Илу, если бы Го Циану вывел нас, Мимит Сраэм, из Египта, если бы он сделал только эту, вело аса бахэм шфатим, и не сделал бы судов, не произвел бы судов над ними, было бы нам до ейну. Если бы он только произвел одними суды, вело аса бахэм, и не судил бы их богов, то ейну было бы нам достаточно. Такая форма. Если бы он сделал только это, и не делал чего-то другого. Товарищи, пожалуйста, я очень рад вопросам. Всегда это показывает интерес, и так сказать, что люди следят, и люди слушают. Еще один очень важный отрывок, тут уже все религиозные авторитеты со мной согласятся, точнее, я был согласен с ними, что это надо читать обязательно. Ибо Раббан Гавриэль, а я, Омер, говорил, коль всякий, ше ло амар, что не сказал, шло шадварим, три вещи, элу, вот эти, ба песах, здесь имеется в виду пасхальный сейдер, ло яца, буквально не вышел, едей хова, ховато. Вот это выражение, яца, едей хова, мы переводим, как исполнил свой долг. Что такое хова? Это необходимость, это долг. хаян, покуда человек не исполнил какую-то заповедь, а он обязан, это хова висит буквально над ним. Как только он исполнил, яца, едей хова вышел из вот этой необходимости, из этого долга. Так вот, человек обязан сказать три вещи, объяснить их, а если он не сделал, он не исполнил своего долга. И вот они, Песах, Маца и Морор. Слово Песах, как мы говорили, здесь означает пасхальная жертва. Что наши отцы кушали безман во время шемпита Мигдаш, что храм Ая-Каян существовал, Аль-Шум-Ма. Почему? По поводу чего? Так, Аль-Шум, из-за того, ше-пасах. И вот здесь объясняется, почему жертва называется словом Песах, а мы этим словом называем и весь праздник от слова Пасах, что означает обошел, миновал, перепрыгнул. Отсюда слово Песеах, это хромой, который при ходьбе, ну, допустим, не сгибается у него нога, поэтому он как бы подпрыгивает при ходьбе. Пасах это перепрыгнул, миновал, Акадош-Брагу, Аль-Батей, А-Во-Тейну, дома наших отцов в Митрае, в Египте, Шен-Эй-Мар, как сказано, так, Ве-Амартем, и скажете в Из-Зевах Песаху, Лашем, жертва Песаха, это для Бога, Ашер, который Пасах Аль-Батей в Ней-Исраэль обошел дома сынов Израэля в Митрае в Египте на Г-По, но Г-Эф это значит губить, наказывать, когда он наказывал, Эд-Митраем в Египте. Ве-Эд-Батей Ноги-Циль, а наши дома он спас. Ва-Икода Ам ва-Иштахаву и преклонился народ и поклонился. Это цитата истории. Здесь написано Охэс, а Матца Бе-Ядо держит в руке Матцу, Умар-Э Ота и показывает ее Ла-Месу-Бин всем тем, кто сидят, ну, буквально преклоняются с ним задним столом и говорит Матца. Матца, слово Матца. Обратите внимание, что есть слово Матца, которое пишется Нес-Эй, а С-Альф. Оно не является однокоренным. Матца это Ше-Ану-Охлим, Аль-Шум-Ма, почему? Аль-Шум из-за того Ше-Ло-И-С-Пик. Не успела, Мас-Пик это достаточно. Б-Ц-Кам слово Бацек это тесто. Б-Ц-Кам это тесто их. Ше-Ль-Авут-Тейн у наших отцов. Ле-Хам-Иц закваситься, забродить, стать хамцом. Ад до того времени Ше-Ниг-Ла что вывел, освободил А-Лей-Хэм их Мен-Х-Мал-Хэм-Л-Хим Царь-Царина, царями А-Кадуш-Бар-Гу Святой Благословен Он Ве-У-Г-А-Лам и избавил их. Ше-Не-Мар как только пришло время, Всевышний сразу же исполнил свое обещание и спас наших прадцов. Ше-Не-Мар как сказано Ве-Е-А-Фу и испекли Э-Хаба-Цек тесто А-Шер-О-Цию Мимит-Сраин который вынесли из Египта У-ГОТ Мацот слово У-ГА в современном эмирите значит пирог да но здесь смысл такой же скорее лепешки Мацот не заквашенные пресные Кило хамец потому что не заквасилось Ки Гаршу нет наверное Гиршу тут у меня не проставлено почему-то огласовка Мимит-Сраин а нет Гаршу посмотрите у себя в Пускальной Агаде потому что изгнали из Египта Вело Ехалу Ла-Хит Ма-Меа и не могли они задерживаться Вегам Цейда Ло-Асу Ла-Эм так вот я не посмотрел слово Цейда может быть это закваска может быть это квасное тесто здесь говорится все о том же самом что Ма-Цу мы едим в память о том как Всевышний быстро вывел нас из Египта сразу предоставилась такая возможность и здесь он показывает на горькую зелень и говорит морожь горькая зелень что мы кушаем альшум из-за чего альшум ше мэрру что делали горькой огорчали га-мицрим египтяне эт-ха-ей авутейну жизнь наших отцов в Амитраим в Египте шканай мар как сказано ва-ема-рыру и огорчали и делали горькой эт-ха-ей-гем жизнь их ба-авуда каша тяжелой работой ба-хомер веществом у-вил-вейним это кирпичи блоки у-вы-холь-авуда ба-саде и всякой работы в поле эт-холь-авуда там всякую работу их а-шер-авду которой они работали ба-гем который заставляли их делать бе-фарех слово фарех означает жестоко так следующий отрывок успеваете да? я надеюсь что многие слова ну по крайней мере какие-то из них вам узнаваемы да? да некоторые некоторые ну что же хорошо если если будут вопросы относительно каких-то слов пожалуйста задавайте все понятно Раф спасибо не слышу спасибо все понятно чудесно так а значит это ну давайте посмотрим в самой пасхальной гаде шфох хамадха ана гоин это ближе уже к концу ну смотрите ребята очень многие отрывки из текста я просто думаю чтобы в состоянии разобрать сами и понять либо достаточно просто прочитать перевод вот к примеру 10 казней египетских ну мы же знаем какие они да? слова тут есть и даже нам и неизвестны мы знаем их порядок дам кровь цфардея лягушки киним вши аровно шествия диких зверей дэвер эпидемия среди домашних животных шехин воспаление барад град арбе царанча хоших тьма макат бехорот поражение первенцев ну к примеру вот вот эта вот песенка камамалу тоот да ейну так вот рабангамлиэль бэсахмацаймару то что мы разобрали ну можно посмотреть вот еще этот участок ну я думаю что в общем ну давайте посмотрим немножко здесь мелковато но все таки видно бехоль дор вадор в каждом поколении и поколении хаяв обязан адам человек лир от видеть это от смо себя самого то есть смотреть на себя самого каилу как будто гу яцам ивцраем он сам вышел из Египта шеная марка говорится бэгигадат талавинха и расскажешь сыну своему бэйомагу дзень тот лэймур говоря ба авурзэ ради этого асалли асаха шэмли всевы сделал бог мне бэцэйти происходим майон ми мэйтц мэйтцэйьвэзэзэгипта И нас вывел он, ми-шам, это оттуда, ла-ма-ан, для того, чтобы гви-от-ану, привести нас, ла-тет-лану, дать нам, это а-рец, землю, а-шер-ни-шба, о которой он клялся, ла-аву-т-рину, отцам нашим. Так. Ну, мы уже близки к окончанию печати Седера, которая обычно, кроме еды, конечно, занимает достаточно много времени, называется словом Магин, то есть рассказ об исходе из Египта. Так. Я хотел показать вам, я хотел вам показать, где находятся, о, извините, где находятся вот эти слова. Они находятся ближе к концу Пасхальной Рады. Шфох-Хамадха. Вот и так. Ну, это благословение, благословение, которое вы прочитаете, можете разобрать, но, в принципе, достаточно прочитать его по-русски. Вот. Разве что вот эти вот последние слова. Барух, а-та-ашем, благословенный Всевышний. Га-аль, Исраэль, избавивший Исраэль, еврейский народ, да, желательно сказать на иврите. Вот благословение, так, Борэй при Агафен, на вино, и выпивает стакан, это второй стакан, о котором ведется рассказ об исходе из Египта, выпивает, не забывший опереться на левый бок. Дальше идут Рах-Атак, Рах-Ца, омовение рук, с благословением Мо-Ци, Мо-Ца, здесь есть два благословения, обычное благословение, как на хлеб, А-Мо-Ци, Лэ-Хамин-А-Рыць, потому что Мо-Ца, по определению, это тоже как вариант хлеба. И второе благословение на Митсу, на заповедь, Баруха-Та-Шамил-Кейну-Мел-Халам, А-Шер-Кид-Шану-Бе-Митсу-Тау, который светил нас своими заповедями, Вет-Си-Вану, и заповедал нам Аль-Ахилат-Ма-Ца, кушать Ма-Цу. Есть благословение на съедение моро-корькой зелени. Оно строится точно так же, как предыдущее разобранное, только в конце говорят Аль-Ахилат-Ма-Ров. Кушать что? Корькую зелень. Корех. Ну, в описании вы увидите, что это такое. Корех. Буквально бутерброд. И складывают два кусочка мацы между ними. Горькую зелень, оранжевый клали, еще и кусочек мяса пасхальной жертвы, чтобы, как считал Зехар-Ламик-Даш, в память о храмовых временах, сказано, На Гая-Корех он складывал бутерброд Маца-Умарор, Мацу и Горькую зелень, в Ахаль-Бахад, и кушал их вместе. Исполнить то, что сказано, Аль-Мацот-Умарорим, на Маце и Горькой зелени, Йох-Лу-Гу, кушайте, его кушайте, мясо пасхальной жертвы. Так? Шульхан, Орех, это трапеза. Цафун, спятанная, это буквально афикаман. Борех, белькат амазон, благословение после еды. Благословение это, ну, когда-то в одном из курсов я разбирал, но в любом случае вы можете посмотреть перевод. Не забудьте, что по сравнению с будничным вариантом, что мы сюда включаем? Дополнительный отрывок Я-Але-Ве-Я-Бо, который дополняется в праздники, ну, и новомесячие тоже. Так, после Беркат Амазон, который называется в Симоне Аседе, слово Борех, вот в самом конце, значит, мы произносим благословение на Борей-Приагафен на вино, и выпивается третий бокал, третий бокал, над которым мы читали Беркат Амазон. И вот после этого открывают дверь и читают вот эти вот слова шфох хаматха. Ну, вот давайте посмотрим. Шфох императив. Выплесни. Хаматха, хама, это гнев. От слова хам, горячий. Аль-Хагу-Ин на народы, ашер-Ло-Яда-Уха, которые не знают тебя, яда. Ве-Аль-Мамна-Хот и на правительство, на власти, ашер-Ба-Шимха, которые именем твоим, ло-Кара-У, не взывают к имени твоему. Ибо жрал он, скушал он. Имеется в виду все вот эти вместе. Я-Аков, это одно из названий еврейского народа, по имени братца Якова. Ве-Эт-Навей-Гу, и обиталище его. Га-Шаму. Да, значит, из-за них опустела обиталище Якова, еврейского народа, мы в изгнании. Откуда это взято? Из Тхилим. Дальше идет фраза, тоже из Тхилим, из другого места. Шфох-Алейхем за-Ам-Ха, за-Ам-Меха. Выплесни на них твой гнев ве-Харон-Аб-Ха. Ве-Хара-Ав-Ашем, это слова из Шма, и возгорелся гнев Всевышнего, да? Ве-Харон-Аб-Ха, и возгорание гнева твоего, Я-Си-Гем, достигнет их. Ти-Р-ДО-Ф, Бе-Ав, Ли-Р-ДО-Ф, это значит преследовать, следовать за. Бе-Ав, в гневе. Ве-Та-Шмидем. Ле-Ха-Шмидд, это истреблять. Думаю, что лейтенант Шмидт именно поэтому имел такую фамилию, да? Ле-Ха-Шмидд. Мит-Ха-Шмей-Ашем. Из-под Шмей, здесь имеется в виду сокращение слова Шамаим. Из-под небес Всевышнего. А это уже фраза из Мегелат-Эйха, которую читают 9-го Ава. После этого, после этого читает Галель и дополнительные тексты. Галель, полный Галель, который мы читаем в празднике и в Новомесячье. К сожалению, в Раш-Ходыш-Митан мы уже не могли молиться в Миянах, потому что синагоги были закрыты. И Галель мы читали поодиночке по домам. Так, вот это Галель. Вот это текст Году Ла-Шем Китов Килалам Хаздо, который входит в утреннюю субботнюю молитву. И оттуда же вот этот тревок Нишмат Коль Хай, душа всего живого. Так, практически вот это из утренней субботней молитвы. И Иштабах, это этим благословением заканчивается Псукей Дазимра в каждой субботней молитве, как в каждой, извините, утренней молитве, как в субботней, праздничной, так и в будней Иштабах. Это благословение Иштабах Шим Халад. Будет восхвалено, восславлено имя Твое навсегда, Малкейну наш царь, и так далее. Так, и здесь мы пьем последний бокал, четвертый, четвертый бокал, над которым мы читали Галель, тоже опершись на левый бок. После этого читается благословение, после третьего и четвертого бокала вина. И дальше текст, который называется «Мирца», от слова «Роце». Что такое «Роце»? Желать. «Мирца будет желан». Вот, давайте посмотрим этот текст. Ну, дальше еще идут подсходные песенки, которые мы сегодня не разберем. Ну, к сожалению, невозможно их так поэтически перевести, чтобы они еще уложились на известный мотив. Вот, поэтому я, честно говоря, не знаю, если человек в состоянии прочитать текст и как-то относительно спеть его, вот, это будет песня. Если он в состоянии, не в состоянии, как следует его прочитать, он может прочитать перевод, но тогда он ознакомится с содержанием, но не с мелодией. Так, а вот это «Нирца». Ну, раз уж я заговорил о мелодии, давайте попробуем спеть. Я приготовил вам перевод. Вот, давайте я поставлю его в чат. чтобы вы могли его посмотреть так. Вот так. Хасаль закончил, завершен достаточно. Сиду Песах, пасхарный седер, ке-гил хато, ахлаха, практический закон, по его закону, ке-холь мишпато, закон это еще и мишпад, ве-хукато, есть слово мишпад и есть слово хок. Я в начале урока сегодняшнего объяснил, чем отличаются эти понятия. Ка-ашер захину, как мы удостоились, ле-садер ото, обустроить его, кен-ниске ла-асото, так мы удостоимся сделать его. Что же это такое? Повторение ли это того же самого? Как мы удостоились устроить, так мы удостоимся и сделать. Конечно, имеется в виду провести пасхальное жертвоприношение, потому что слово Песах, конечно, в первую очередь означает именно пасхальную жертву. Так мы удостоимся, так пусть мы удостоимся принести пасхальную жертву в храме, когда он с Божьей помощью бим-гей-раб-я-мейну в скорости в наши дни будет восстановлен. Зах, зах чистый буквально, шохен-ме-она, обитающий в высях. Комем, ле-камем, это восстанавливать. То тот же корень, что в слове кам, стал и в слове ле-хаким, основать, обосновать. И отсюда же, кстати говоря, слово кома-этаж. И слово комемиют. Комемиют, это слово используется в рассказе о восходе Египта, вышел с гордо поднятой головой, вышел гордо распинившись, поднявшись. Комем, восстанови, кэгаль, адат. И слово кэгаль и слово эйда относятся к еврейскому народу, общество. Ми-мана, кто может причислить мана? В современном еврите это еще порция. И есть слово моне-счетчик, и еще от этого слова монит. Монит, это объединение двух слов, монэ и мехонит. То есть мехонит, автомобиль, у которого есть монэ-счетчик. Бэ, коров, скорости. Нагэль, это императив. Великое наклонение, мы просим Всевышнего. Приведи. Менагэль, это начальник. Почему? Потому что он определяет направление. Нитэй, кана. Нотэа, это сажать, сажать саженец. Отсюда имя Нэта, что означает буквально саженец. Пэду им искупленные, искупленными, ле цион, в сион, берина в радости. Зашохэн мэйона, комэм кэхал адат мимана. Так. Бэ, коров, наэль, нитэйкана. Бэ, коров, наэль, нитэйкана. Бэ, коров, наэль, нитэйкана. Бэ, ду им ле цион, берина. А, вот разбор. И последняя фраза, которую мы знаем не только из Пасхальной Агады. Бэшанаба, бирушалайм, габенуя. В будущем году в Иерусалиме отстроенным. Бнуя от слова боне. Бана, это строить. Ну вот мы и закончили краткий разбор отдельных избранных отрывков из Пасхальной Агады с тем, чтобы тот, кто в состоянии, хотя бы немножко еврейского текста на цедоре прочел. А, значит, маленькая-маленький такой совет. Если в семье есть еврей, который не может читать на еврите, в частности Пасхальную Агаду, и не еврей, который, да, может читать на еврите, такое в наши дни тоже бывает, то желательно сделать так, что весь текст будет прочитан тем, кто может это прочитать, даже если он не еврей, с тем, чтобы все присутствующие в обществе и евреи услышали его. А вот благословение пусть произнесет еврей. Барух Аташем пусть скажет еврей. Даже если он сам это не прочитает, можно ему шепотом подсказать, чтобы он повторил. Вот и будет у него тоже большая заслуга. Дай Бог, в честь наших заслуг Всевышний, выведет нас из рабства на свободу. С наступающим праздником! Натан, расскажи нам, как мы работаем во время Пасхальной Агады, что у нас еще карантин и у нас уникальные возможности заниматься. Кстати говоря, уважаемые товарищи, сейчас у нас больше... Так, мой звук включен организатором, да. Сейчас у нас больше возможностей для самообразования. Если кто-то захочет позаниматься ивритом, грамматикой, лексикой, набрать новых слов, почитать тексты, важные тексты, сделать какие-то упражнения. Милости просим, ко мне можно обращаться. Будет группа вообще замечательна. Вот, в одиночку тоже готов с вами позаниматься. Если это будут люди со стороны, всегда рад. Если это будут члены нашей группы, обещаю им существенную карантинную скидку. Окей, спасибо. Я думаю, что мы, ну, как бы согласуем миру с собой, что мы делаем дальше на праздничной неделе. Холямоид. Да. В общем, да, окей. Я готов, если надо, и какие-то занятия провести. Да, пожалуйста, нет проблем. Холямоид, конечно. Не в дни, когда праздник у нас или в Галуте, но в Холямоид, милости просим. Окей. Ну, хорошо, тогда всем счастливо. Лешана Аббертулаем. Как самое, да. Хорошо поете, Рафалья, великолепно. Спасибо, спасибо. Да, да, очень хорошо. Было прям вообще. Прям вообще. Да, было. Шана Абба, действительно, Шалай в Абнуя, и кроме того, не в карантине все-таки, по-видимому, да? Да, да. Так, теперь стоит добавлять, как бы, ну, я, но не в карантине. Окей. Слова за душу. Да. Стоп, всем счастливо, до свидания. Будем продолжать общаться дальше. Пока, счастливо. Всего-надо, лучшего, пока. Да, на сайте Бритолам, соответственно, я надеюсь, что завтра, с Божьей помощью, я выставлю много всяких материалов и лекций, которые у нас были прочитаны на тему Песоха. Ага, замечательно. Так, Натан, обращаю твое внимание, что этот урок, по моим подсчетам, имеет номер 34. Нет проблем, со счетом у нас слабо, ну, хорошо. Мы не математикой занимаемся другими. Окей. Всего доброго. Всего доброго. Всем счастливо, пока. Пока.